добрый вечер добрый вечер дорогие друзья добрый вечер добрый вечер дорогие друзья благодарю благодарю надежда и спасибо вам за ваше приветствие за ваши такие теплые аплодисменты мне очень приятно и рада очень вас видеть пусть виртуально но я всех ваш вас каждого буквально чувствую и благодарю но надежда вы меня прям дохвалили так меня представляли ну на самом деле я уверена что каждый человек своем раскрытие он уникален на этой планете и каждый из нас несет свою вот эту уникальную частичку которую которую наша обязанность раскрыть здесь да здесь именно в этом воплощении поэтому я раскрываю свою и конечно буду буду также вас вдохновлять на то чтобы вы раскрывали свои потенциалы каждый из нас имеет множество талантов ну и скажите сразу напишите как вы меня слышите чтобы мы со звуком все уже устроили слышно ли вам меня хорошо поставьте пожалуйста от 1 до 10 свою цифру насколько вы меня слышите громко или тихо может быть мне надо сделать громче или тише так презентация да будет надежда спасибо за напоминание вероника десяточка ирина 10 ну что ж вижу что хорошо слышите отлично отлично так ну тогда уже тогда мы включаем включая сейчас презентацию так у нас сегодня на самом деле такая глобальная тема я долго думала как как объединить действительно три очень важные компонента нашей костной системы и постараться раскрыть и это за буквально за наше время которое у нас есть до за час сорок до получается где-то приблизительно но конечно сегодня я подобрала для вас вот самое главное так хочу чтобы она была для вас эта информация была практичной чтобы вы также в чате были активны и я понимала и отвечала именно на ваши вопросы чтобы вы получили свои ответы именно именно вы получили ответы по не понимали может быть осознали проблему которая сейчас вас беспокоит мы будем вот так вот в таком темпе работы и конечно же если взять три основные составляющие нашей костной системы то это как раз наш позвоночник позвоночный столб до наши суставы которые соединяют наши кости и конечно же это зубы зубы тоже относятся и причем имеют достаточно такую важнейшую роль а относится к нашей костной системе и оказывается именно зубы именно зубы они отражают нашу родовую карму и все кармические родовые проблемы сегодня об этом тоже немножко поговорим так чуть громче валины просят чуть громкий час минуточку так а вот так вот так вот я надеюсь будет громче немножечко и и конечно же когда я представляю вот то человека как костную систему да и зубы суставы позвоночник не сразу возникает у меня такой образ образ дерева на самом деле и вот на самом деле строение дерева она а она очень очень похожи на то как построена наша костная система да у дерева есть корни и у нас есть корни и это относится как раз к корням наших предков к родовому древу до такому у дерева есть и ствол и у нас есть ствол это наш позвоночник до наше я можно сказать то что держит всю нашу костную систему наша основа наш фундамент у нас есть суставы до которые делают нас гибкими и позволяют нам владеть своими конечностями очень хорошо виртуозно если суставы гибкие то мы конечно же тоже будем проявлять такую гибкость жизни и будем радостными будем иметь возможность делать многое да в этой жизни и зубы зубы и вот мы похожи на это дерево которое вот даже по моему у меня есть такой слайд точку так мы вот да на самом деле и конечно же у нас обязательно будут плоды если у нас хорошая подпитка от корней если мы получаем влагу из вот этих глубих глубин земли земли то есть что значит мы получаем влагу из из глубин земных мы получаем подпитку рода энергию рода у нас есть связь энергетическая она налажена мы заручились поддержкой рода его благословением тогда конечно же наша энергия наша подпитка будет питать все наше древо и от ствола она будет идти по ветвям то есть по нашим вот костям до наши суставы будут гибкие мы обязательно будем плодоносить плодоносным деревом вот так мне представляется здоровый человек когда у него на самом деле здоровая костная система и на самом деле кости наши они олицетворяют именно то что мы унаследовали от наших родителей и от наших предков в основном конечно же наша костная система это то что получили мы из генетической памяти ну и еще сюда при перемешивается часть того что в нас заложено в раннем детстве вот те общественные установки те программы те шаблоны которые были заложены в нас в раннем детстве то есть те программы поведения которые мы потом в принципе всю жизнь мы их используем как свою стратегию поведения или потом но мы их используем как реакцию на какое-то событие вот то что в раннем детстве нам заложили родители опять же наши бабушки дедушки и социум в том числе когда уже он стал влиять на нас вот все это олицетворяет состояние нашей костной системы ну и если давайте посмотрим все таки на наше тело поподробнее и вы увидите здесь то что основных главных вот таких у нас суставов так которые потому что состояние суставов на самом деле очень важно у у нас их 13 здесь вот на картинке не изображен почему-то главный сустав шейны еще тринадцатый сустав до 13 основных суставов вы их видите здесь это плечевые два плечевых два локтевых запястное запястье потом тазобедренные суставы два коленных сустава и щиколотки до 2 щиколотки и конечно же шейный сустав тоже можно сказать самый главный тут на картинке почему-то его не изобразили и вот что же о чем говорят нам наши суставы они как раз и состояние суставов наших она говорит нам о том как мы вообще жизнь воспринимаем и насколько правильно мы выбрали направление нашей жизни оказывается и как мы по этому жизненному пути двигаемся и вот как правило как раз состояние все что ниже ниже нашего пояса да это тазобедренные коленные и щиколотки вот эти суставы их состояние если у нас тут какая-то проблема образовалась всегда надо посмотреть вот на и на на это главное а правильно или в мы направления в жизни выбрали туда ли мы на самом деле идем и как мы идем по этому пути да то есть насколько мы сохраняем или не сохраняем гибкости насколько мы сопротивляемся или боремся может быть с миром или с взаимодействием насколько мы вообще можем правильно взаимодействовать с миром а вот как раз ситуации касающиеся каких-то отношений с людьми на работе дома это все отображает суставчики которые вот у нас идут плечевые локтевые и запястные но если хотите давайте так по порядку сейчас пройдемся немножечко чтобы вы тоже понимали откуда у вас какая-то проблема могла произойти да и вы даже в чате сейчас можете со мной поделиться у кого какая сейчас есть проблема например с суставами что беспокоит непосредственно я тогда смогу ответить на ваш какой-то вопрос и можете задавать эти вопросы все что я успею увидеть я постараюсь ответить конечно же на ваши вопросы и рассказать вам именно глубокую ментальную причину да то есть ну еще называют не зря же говорят что на самом деле вся при все причины они кроются в нашей психосоматике вот и на самом деле глубина и причина и причину надо устранять на на глубине на ментальном уровне потому что как раз вот эти заболевания костной системы они опускаются на физику гораздо позже то есть мы уже чувствуем вот эти симптомы боли и болевые симптомы гораздо позже того когда эта ситуация вообще создалась да то есть на ментальном уровне мы когда-то заложили это основание этой болезни и только через несколько лет мы можем почувствовать этот симптом на уровне тела поэтому очень важно здесь нам сейчас разобраться вот с этой ментальной причиной глубокой до увидеть эту глубокую связь между тем как мы каким образом каким своей какая программа наша или какой какая стратегия жизненно создала когда-то много лет назад например эту болезнь потому что болезни костной системы они же в основном хроническое имеют течение да они долго развиваются годами очень долго можем совершенно ничего не чувствовать и и и так далее а потом когда подходит проходит какое-то количество времени начинается и причем таким букетом целым так вот наташа пишет суставы коленей болят и шейные ага вот коленки у нас повсеместная женская проблема так остеохондроз боли в шее и грудном отделе поясничном алёна спасибо невринома около позвоночника в грудном отделе остеохондроз спондилез о раиса так я просто буду узнать уже о чем мне непосредственно говорить на чем сконцентрироваться так оксар трос пера вторая степень то они на ну и и и сейчас мне хочется также немножко протестировать как а у нас тут аудитория какая какая возрастная у нас сеточка да сколько у нас тут людей и какой наш возраст как тоже коленные суставы ирина щиколотка левая шейная группа грудную хондроз 4-6 месяцев беспокоит тазобедренный сустав про иногда правое бедро иногда колено иногда голена право голеностоп правый вот олег пишет правая сторона сегодня скажу как на самом деле выявить по даже по стороне болезни на какой стороне тела она у нас возникла где кроется в чем кроется причина этой болезни на самом деле так очень болит левая пятка 46 лет так ну возраст свой напишите потому что чтоб я понимала плечи лопаточные пери артрит иногда возникает так 61 год вероника тазобедренный сустав коленный боль правой ягодицы тазобедренный врачи на операцию направляет 61 год более около четырех лет до леди а ну и я бы не не рекомендовала честную операцию я просто сомневаюсь что это может помочь хотя и ну смотря какие исследования вы делали и что там на самом деле именно в чем проблема кроется что что вам сказали так 71 раиса олег 50 ну что ж вижу примерно у нас возраст и я так думаю тут после 40 дать как бы много но многие суставы больших пальцев ног о перелом берцовой кости переломы кстати тоже у нас не просто так происходит переломы вообще в жизни эту ситуацию мы создаем сами так вот ирина 20 лет есть в 20 лет у многих до и искривления позвоночника и сколиоза и так далее но дай бог что в ирину вас этого не было ничего но давайте тогда так давайте я начну с шейного сустава и немножечко расскажу про шейный сустав откуда там появляются боли понятно что конечно же сидячий образ жизни он тоже сильно влияет на на состояние нашего особенно шейного и плечевых суставов и верхней части спины если у нас сидячий образ жизни но глава главная глубинная причина например боли в шее это как раз не только сидячий образ жизни этот фактор он просто усиливает усугубляет вот а главная причина кроется в другом и главная причина что как раз шея и шейный позвонок и шейный сустав это там где как бы сходятся наши представления жизни наше восприятие наши идеалы так как бы и то что мы на самом деле в жизни имеем и вот чем больше у нас внутренний конфликт между тем что мы хотим иметь и тем что мы на самом деле имеем вот чем больше здесь у нас разрыв то есть как бы вот разочарование да некая тем больше будет страдать наши шеи то есть как это вот смотрите у нас у каждого есть какой-то свой и своя идеальная картинка той жизни которой мы хотели бы жить правильно и что хотели бы иметь где хотели бы быть и так далее у нас есть вот этот идеал и чем больше наша жизнь не похожа на этот идеал до сайт совершенно если она не соответствует этому идеалу вот у нас вот этот идет конфликт такой внутренний между идеалом внутри и и и и тем что мы имеем то есть чем больше мы недовольны тем что мы имеем тем больше будет возникать болезнь шеи и именно будет страдать очень сильно шейный сустав какой выход скажете вы да то есть надо здесь главное метальная причина научиться быть довольны тем что у меня есть уже сейчас понятно что мы стремимся к этой идеальной картинке что-то предпринимаем делаем какие-то действия да но когда мы начинаем не жить вот этим будущем таким красивым которое мы там себе в голове представили вот этими образами и постоянно в мыслях это будущее мы держим а когда придя домой мы видим что все совершенно на все совершенно не так как нам бы хотелось и мы разочарованы и мы постоянно сетуем и об этом говорим но может быть там мы говорим своим близким да об этом что ну почему я живу в таких условиях там и и так далее и так далее и вот чем больше мы высказываем вот это недовольство тем больше усугубляем свою собственную болезнь шеи у нас будет болеть шея поэтому первое что нужно тут научиться конечно научиться быть благодарными за то что у нас уже есть вот этот конфликт нам надо сократить нам надо быть довольными довольными это не значит что ни к чему не стремится но надо научиться быть довольным за то что у нас уже есть и чем больше мы будем довольны за то что есть тем больше мы будем привлекать к себе вот эту картинку то есть создавать свой идеальный образ жизни который мы хотим именно довольство и благодарность нам поможет уменьшить этот внутренний конфликт и соответственно на ментальном уровне наша шея начнет расслабляться и шейные позвоночник позвоночки начнут расслабляться и суставы естественно будет легче конечно никто не говорит что мы должны прекратить делать какие-то упражнения да если сидячая работа мы должны там делать себе какие-то перерывы заниматься в конце концов что-то делать для своего тела нет мы это будем делать продолжать но главное мы можем научиться быть благодарными чтобы этот конфликт внутренний у нас не возникал это главная причина дальше плечевые суставы и локти и запястья все что касается рук а сразу скажу вам кстати по поводу стороны смотрите у женщины если поражена правая сторона тела вот справа там правое колено правая тазобедренная часть да и все что справа это говорит о том что есть какая-то реальная проблема в отношениях с мужчинами в вашей жизни в основном это такие значимые мужчины вашей жизни или идет какой-то конфликт с вашим внутренним собственном собственным мужчиной то есть у нас же есть еще внутри на что наша внутренняя семья и там тоже есть у женщин внутренний мужчина у мужчин есть внутренняя женщина так вот этот болезнь в правой стороне тела говорит о том что нам надо либо быстренько решать проблему с каким-то мужчиной в нашей жизни а у мужчин это женщины то есть у мужчин правая сторона вот у нас кто-то тут писал из мужчин что добрый вечер лотция добрый вечер всем всем приветствуем вас присоединяйтесь мы как раз только-только вот начали буквально у мужчины правая сторона это отношение с женщинами то есть но наоборот зеркально у женщины правая сторона это отношение с мужчинами со значимыми мужчинами в своей жизни если страдает у женщины левая сторона это отношение с какими-то женщинами это либо мама либо дочь либо сестра или кто-то вот очень родной и важный либо это плохие отношения с нашей внутренней женщины то есть нашим внутренним ребенком как правило если поражается левая сторона ну и у мужчин наоборот если левая это как раз отношения с мужчинами с важными значимыми мужчинами в его жизнь это либо сын либо папа может быть даже если например папа или мамы уже нет живых но что-то осталось нерешенным какая-то ситуация да какие-то остались эмоциональные завязки привязки боль эмоциональная с этим надо работать потому что будем страдать мы и наше тело в первую очередь и например что касается плечевых на плечевых суставов да это говорит о том что когда-то не так давно была какая-то ситуация проблемная которую мы не решили и мы ее как бы отодвинули в прошлое то есть эта ситуация не была не произошла давным-давно это где-то ситуации но несколько лет там два-три года не больше полтора два там до трех лет и вот как правило плечевые болезни в плечевых суставах возникает тогда когда мы эту проблему не решили или какой-то там эмоция у нас подавленная возникла в результате этой ситуации да и мы до сих пор подавляем это это в себе эту эмоцию у нас какая-то реакция была на эту ситуацию мы не прошли этот урок мы отодвигаем ее в прошлое мы как бы хотим забыть об этом да не вспоминать и вот у нас начинаются проблемы с плечевыми суставами это сама вот такая глубокая ментальная причина наших проблем если например поражены локтевые суставы и суставы запястья запястья ну и там дальше пальчики и так далее то этой ситуации которые происходили буквально вообще в недавнем прошлом то есть это все что связано с нашим настоящим и буквально недавними какими-то событиями если мы где-то например были какой-то ситуации или в отношениях по сохранению такую использовали были негибкими до настаивали на своем или что-то требовали или что-то сопротивлялись чему-то вот как раз тут мы может возникнуть проблема в локте локтевых суставов и в запястьях то есть вот эти проблемы в локтях и запястьях они отражают как правило наше настоящее недалекое будущее и также смотрите если это правое запястье или правый локоть то это для женщин отношения с мужчинами смотрите что там у вас что-то не решено где-то что то есть да какая-то эмоция и она как правило подавленная это либо обида либо злость либо раздражение ну и так далее и соответственно возникает вот такие проблемы сразу с уставами потому что так у меня справа все справа и конфликт со старшим сыном может быть о лидия может быть конечно может быть правая сторона это наши мужчины это наши сыновья это наши мужья это наши отцы для женщин для мужчин это наоборот важные женщины в жизни левая сторона для женщин это все отношения женщины мама и так далее конечно может быть конфликт с младшим сыном и у если этот конфликт вот недавно как бы развернулся до произошел то как правило страдает вот верхняя часть тела это у нас руки если например конфликт касается то что мы хотим прошлое отодвинуть и она произошла уже в прошлом то как правило эта болезнь она проявляется уже сзади вот то что мы отодвинули в прошлое хотим забыть об этом сзади проявляется в болезни если это еще проблема не решена то ну вот она произошла и она к нами не решается то болезнь возникает передней части тела так мужа нет уже а сын достает уже давно пьет лидия я вас понимаю это очень тяжело на самом деле но это вы знаете этой же зависимость идет это родовая проблема и родовую проблему конечно надо решать и вот мы можем родовые проблемы легко решать причем работая с нашим родом через нашу костную систему в том числе через зубы я сейчас буду про зубы рассказывать мы тоже на зубах остановимся достаточно глубоко давайте просто вот сейчас да вот пишет его левая сторона седалищный достал сил нет его у вас именно седалищный на левой на левой стороне да вот смотрите да мы опускаемся вниз и вот все что касается крестца крестец и два тазобедренных сустава это такие суставы и основное крестец это как бы наш жизненный фундамент и наши весы да и вот как правило возникает здесь болезнь когда когда мы не чувствуем в жизни безопасности не чувствуем основание что мы находимся в безопасности и мы не чувствуем какой-то основы в своей жизни до что вот у нас есть такой крепкий фундамент и как правило вот у мужчин почему часто возникает такая болезнь как радикулит у мужчин чаще чем у женщин кстати это все потому что мужчина внутренние он чувствует свою ответственность за семью например да за свою и он чувствует что ему надо обеспечивать семьи но если у него не получается что-то не получается с работой или нет дохода и так далее и он соответственно начинает переживать по этому поводу если его еще и женщина начинает пилить за это дело да и постоянно как бы упрекать претензии высказывать мужчины сразу возникнет естественно радикулит и будет поражен поражены вот эти основные и тазобедренные и крестец будет страдать потому что вот тазобедренный сустав это то что как бы уравновешивает нашу жизнь да это насколько мы себя чувствуем в жизни устойчиво или неустойчиво и у мужчин как правило это проявляется через радикулит а у женщин например тазобедренный сустав страдает тогда когда знаете когда нас ломают в чем-то вот например женщина хотела там заниматься тем то ее влекло к какому-то там виду деятельности а ей пришлось пожертвовать этим ради кого-то или ради чего-то и совершенно она занимается другим да ну например многие из нас женщины как да мы учимся там получаем какую-то профессию мы допустим хотим заниматься каким-то своим любимым делом результате бывает так что женщина выходит замуж и все себя отдает кому конечно мужу детям и она растворяется полностью в этом в мужчине и в детях и и себя теряет женщина когда мы себя теряем то как раз вот возникают вот эта проблема именно в тазобедренных наших суставов потому что это именно наши жизненные весы его и наш фундамент на чем мы базируем свою жизнь насколько мы чувствуем себя в безопасности в этой жизни и конечно же когда женщина например чувствует себя финансово зависимой от кого-то да от мужа от мужчины и и и и она боится допустим ну а боится что нет денег в семье она начинает переживать у меня беспокойство за завтрашний день а если не до бог еще она без мужа да и у женщины нет вот этого чувства безопасности то конечно же будут страдать тазобедренные суставы ну и как правило все эти проблемы мы решаем с кем-то какие с нашими близкими это либо наши мужья либо наши может быть родители так далее вот правая сторона это все отношения с мужчинами для женщины левая сторона это отношение женщины вот и посмотрите сейчас на свою жизнь если страдает тазобедренный сустав посмотрите какова причина может быть где вы чувствуете себя небезопасно беспокоитесь постоянно да и так далее но и мужчины в том числе если например радикулит и у вас там не получается что-то с доходом с работой также попросите свою женщину свою жену чтобы она вот как-то поддерживала скажите ей что я стараюсь я хочу чтобы у нас все было хорошо в финансовом плане и вас сразу отпустит это болячка вот вы увидите вы посмотрите просто главное тут конечно чтобы был человек который вас будет поддерживать иначе трудно и дальше все что касается ниже вот наших но хуже наши коленные суставы наши щиколотки это если это то направление которое мы выбрали в своей жизни вот если мы выбрали правильное направление и идем по жизни в согласии со своим предназначением согласие со своим призванием то есть ну как вот будем так говорить даже если мы ходим на работу и приходим оттуда удовлетворенными да то в принципе с ногами у нас ничего возникнуть не должно потому что мы выбрали правильное направление жизни и мы идем по жизни легко мы не сопротивляемся ни с кем не боремся и не привлекаем своей борьбой еще больше борьбы в нашу жизнь вот если мы такие стратегии используем то в принципе с ногами никогда ничего страшного не произойдет и не будет но если мы по жизни идем не туда преследуем не свои цели до да добиваемся того что нам совершенно не нужно то что нам навязано может быть кем-то например да совершенно не наши цели ну мы потому что так общество вот хочет потому что так модно или потому что так успешно или ну множество может быть причин потому почему мы достигаем не наша цель то есть идем не туда мы как бы не свой путь проходим не свою жизнь проживаем вот все что касается этого это как раз наши ноги и колени и щиколотки это когда мы живем чужую жизнь но можно даже так сказать это насколько как насколько легко мы двигаемся по этой жизни мы постоянно с чем-то боремся что-то доказываем кому-то мы сопротивляемся вот если в нашей жизни много вот этого сопротивления борьбы и да или там я докажу кому-то что я вот смогу я сделаю или там и так далее так далее я докажу родителям сначала да что я такая вот как выход хотите меня видеть потом мы доказываем еще кому-то на работе что мы лучше кого-то там лучше всех и тогда я потом мы доказываем своим детям чтобы они тоже чтобы мы для них стали авторитетом и вот это докажу докажу или я сильная я сильная как правило у женщин поражаются всегда суставы ног коленные суставы щиколотки в том числе так а если колени болят 12 лет после осложнения ангины это родовое вполне может быть и ирина вполне может быть что это породу да потому что костная система это действительно генетически то что передано нам по родовой линии и вот то насколько у нас будет хорошо происходить подпитка энергетическая подпитка от рода и по линии мамы и по линии папы то насколько мы заручимся поддержка рода очень большое влияние имеет на состояние наших всех суставов и костей конечно так варикоз и аллергия на кожу на правой стороне ноги это тоже зависит от костной системы или нет но люция вот аллергия и варикоз это немножечко другое это как бы все таки аллергия это само по себе психосоматика аллергии это когда вы что-то не принимаете во внешнем мире и что-то вас раздражает и это раздражение она настолько уже накоплено это аллергия вот варикоз это конечно уже крови обращения тут как бы связано вот хотя это какой-то мере связано тоже с уставчиками и с костями но немножко там другая психосоматика так так и есть а вот лидия пишет так и есть опоры не стало через полгода нога резко заболела и крестец о вот да потому что крестец и это как раз наша опора жизненная наше чувство безопасности особенно у мужчин но и у женщин тоже и вот сейчас вам надо лидия вам надо найти научиться и найти эту опору в самой себе потому что на самом деле мы просто эту веру и эту программу нам никто не вложил с детства что само наше существование является источником нашего обеспечения и как правило конечно когда женщина теряет теряет мужа да и теряет кого-то кто был для нее источником финансово источником обеспечения могут возникнуть такие заболевания надо научиться найти этот источник в себе и помнить что само моё существование является источником моего обеспечения ну и конечно же поработать нужно с костной системой и с родом также колени еще проблема в коленях может быть почему у как правило ну я больше просто работаю женщинами поэтому рассказываю больше примеров про женщин хотя мужчины это также соответственно касается если мы проявляем негибкость в отношениях какую-то негибкость и где-то не уступаем где-то чего-то там доказываем и сопротивляемся и хотим только чтобы было вот как я сказала вот это негибкость такая она как раз сказывается на наших каль коленях да потому что и как правило если правое колено страдает значит женщина где-то негибко в отношениях с мужчиной или с мужем или с папой если левое колено страдает у женщины это негибкость в отношениях с какими-то женщинами в вашей жизни щиколотки и пятки кто-то там писал тоже за пяточки и это как раз когда возникает болезнь и вот или еще шпоры называют шпоры в пятках да и щиколотки как правило тоже страдают здесь это как раз наш сегодняшний день это наша сегодняшняя жизнь это куда мы направили свои стопы ну можно сказать вот куда мы направляем свои стопы если куда-то не туда пошли если кто-то нас увел от нашего истинного предназначение ли кто-то нас увел от нашей истинной мечты да вот такая слабость у нас кто-то нас дал нам ориентир не тот а мы послушались и пошли вот здесь возникает проблема в наших пяточках как раз и как правило когда мы не туда пошли вот приняли какое-то неправильное решение и стали заниматься не тем чем нужно возникает как раз проблема пятках и щиколотках и шпора она как раз возникает для того у нас но это это раз понятно что это солевые такие до отложения там внутри которые скапливаются именно в том месте это говорит о том что тело нам подсказывает ты куда идешь ты куда пошла ты пошла не туда до оставай это ты приняла неправильное решение повернись сделай поворот да то есть это не твой путь то есть таким образом нам жизнь подсказывает если например у нас часто происходят переломы какие-то да перелом это не просто так перелом это говорит о том что мы идем по жизни постоянно борясь и сопротивляясь то есть это говорит о том что мы полностью включили вот эту систему выживания и вся нервная система есть и кости и суставы они у нас настолько скованы они настолько ограничены да они настолько напряжены что попадая в какую-то ситуацию подскользнулись там или еще что-то ногу подве сразу возникает перелом это говорит о том что мы где-то сопротивляемся чему-то мы не принимаем жизнь такой какая она есть как только мы расслабились приняли пропустили сквозь себя эту проблему так называемую которую мы не хотели принимать пропустили как будто бы сквозь себя чтобы она прошла сквозь знак я принимаю эту ситуацию так такой какая она есть и я беру из этой ситуации только то что будет мне на благо остальное отпускаю свободно пропускаю через себя то есть сразу расслабляются наши кости суставчики нервная система расслабляется то есть вот эта система выживания она немножко отпускает весь все тело все и мы не не будем страдать у нас не будут происходить вот эти переломы и так далее различные вот форс-мажорные такие ситуации когда мы ломаем понятно что конечно в той ситуации если у нас есть остеопороз хрупкость кости а хрупкость кости это как раз говорит о том что тут проблема реальная с рода с родом надо решать проблему с родом работать и тогда кости будут постепенно восстанавливаться ну конечно и питание тут должно быть соответствующие то есть все факторы надо учитывать компрессионный перелом поясничного позвонка наташа пишет наташ но это вот да это тоже это такая есть глубокая глубочайшая ментальная причина причем компрессионный перелом до наташ вы просто вот подумайте сейчас и вы поймете откуда это почему это произошло потому что все ситуации травмирующие в своей жизни мы сами их и производим мы сами их когда-то сотворили до своим стратегиями стратегиями вот этой борьбы и стратегиями сопротивления когда где с кем наташ воевали было такое что это в жизни с кем боролись с кем воевали кому что-то доказывали хотели доказать пытались вот от этого могут происходить такие вещи очень неприятные очень болезненные ника очень сложно принять сына трудня который сидит на на твоей пенсии да это сложно принять но в конце концов ник вот смотрите да я же породила этого сына это моя крови ножка и тем более это мой потомок по роду да и в конце концов трудня я создала сама да и вот когда мы это при принимаем хорошо я создала такого трудни а для чего я создала его для чего-то для чего-то то есть надо принять его как у учителя как учителя который хочет чему-то научить меня и даже вот все эти зависимости и так далее которые человек не хочет работать до сидит надо это принять и главное тут исправить ситуацию в роду конечно же посмотреть какие есть напряженности по роду потому что тут реально тоже идет проблема родовая когда вот наши дети таким образом они показывают нам какой-то урок они наши учителя они хотят нам этим что-то показать как только мы это принимаем и это исцеляем мы работаем с этим изменяется ситуацию и он может совершенно иначе начать себя вести также и что-то он там у себя внутри тоже осознает но главное сначала принять это в себе что это для меня урок и он меня учит чему-то понять чему он хочет научить так же ладно не с кем воевать наташа ну а были же какие-то отношения с кем-то с родственниками с родителями наташа с детьми на работе конечно же это все можно выявить посмотрев всю вашу можно так сказать историю болезни при личном консультировании так вот сразу то я не скажу навскидку но это где-то что-то было было какая-то война какое-то сопротивление было да как это борьба была может быть со своим внутренним врагом это была борьба и и такое может быть но давайте мы на суставах просто остановились долго давайте пойдем дальше и пойдем к нашим зубам уже о зубах много интересного сегодня вы узнаете тоже уроки постоянно как их понимать научиться вы знаете лидия вот даже даже мы иногда не можем чего-то осознать не надо и пытаться и даже вот потому что это тоже напрягает очень сильно когда мы его что-то вот вцепились и хотим понять а для чего для чего мне этот урок надо просто расслабиться и принять его как учителя такого сына принять как учителя и расслабиться посмотреть на него глазами того что глазами бога в конце концов потому что бог то в вас частичка его и бог на него смотрит по-другому совершенно чем сейчас вы понятно что много и обиды там и каких-то переживаний и накопилось но посмотрите на него глазами бога вот как бог смотрит на него да на свое творение и вы увидите вы поймете вы сможете принять эту ситуацию главное принять как только вы примете уже даже без осознания урока уже очень ваш вас попустит и его попустит в том числе давайте сейчас про зубы да поговорим вот у нас есть молочные зубы у нас есть коренные зубы и коренные зубы в отличие от молочных они имеют у нас уже глубокие достаточно корни и как раз коренные зубы они символизируют те же тиски уроки которые мы получаем в жизни и вообще зубы наши зубы они полностью являются отражением нашей родовой кармы и как раз раньше наши предки они очень хорошо знали и наблюдали даже за своими детьми когда у ребеночка все зубки молочные уже прорезывались и вырастали да они сразу смотрели на состояние этих молочных зубов у ребенка и как раз пока ребенок вот в этом возрасте до 7-8 лет когда зубки еще молочные они не имели глубоких корней да всегда смотрели на состояние этих зубов какие они если сильно кривые были зубы искривленные или разное по размеру то есть вот такие не гармоничные то сразу родители понимали что здесь карма ребенка и карма достаточно тяжелая и много придется проходить уроков такому человеку но как раз от нас как от родителей зависит очень много когда происходит смена молочных зубов на коренные очень важно в эти годы это как раз вот до 7 8 9 10 лет когда у ребенка происходит смена то мы как родители ребенку можем поменять эту карму и если карма по роду много каких-то кармических напряженностей то мы своим отношением с детьми к ребенку можем поменять к лучшему его карму конечно это отдельный отдельная тема как каким образом это делать но главное тут побольше общаться со своим ребенком и ни в коем случае конечно не закладывать ему те программы которые может быть были нашими родителями нам заложены то есть не не ограничивать его и не вкладывать ему все терга ограничения которые были у нас не повторять этот сценарий вот это очень важно и как раз это важно для ребенка когда у него происходит смена зубов потому что в это время мы можем поменять карму своего ребенка к лучшему ну а когда уже выросли коренные зубы и если тоже эти зубы у нас и кривые искривленные или допустим там они отличаются по размеру например верхние очень крупные нижние маленькие и так далее это говорит о том что у нас карма то есть нам надо по этой жизни будет пройти множество уроков если зубы красивые коренные ровненькие это говорит о том что у человека родовая карма достаточно мягкая гладкая и ему будет у него будет такая же спокойная и гармоничная жизнь принципе но опять же все в наших руках и мы можем это все исправить и наши предки они тоже знали что например верхняя челюсть и зубы верхней челюсти челюсти всегда лиц это олицетворение нашего мужского рода то есть это наш мужской род как бы мужчины в нашем роду и нижняя челюсть состояние нижней челюсти это женский род то есть это женщины нашего рода и чем ближе к зубам мудрости тем это означает что это наши предки уже дальние там как бы да наши уже прадедушки прабабушки и так далее его и когда например у человека если у человека есть четыре зуба мудрости то есть все зубы мудрости это также всегда говорит о том что человек находится под большой божественной защитой что у него много ангелов-хранителей и он такой счастливчик везунчик и и вот кстати также раньше никогда в жизни не вырывали не удаляли мудрые зубы старались не удалять это сейчас привыкли что ой да мудрые они не нужны они мешают надо все сразу удалить нет ни в коем случае не старайтесь удалять их или если там у вас у деток будут потому что если мудрые зубы все есть просто их надо беречь постараться сберечь до последнего как раз если мудрые зубы есть это говорит о том что у нас хорошая божественная защита и несколько ангелов-хранителей если мудрые болели и их удалили но ничего не поделаешь мы конечно нарушили вот этот электромагнитный баланс но мы можем это восстановить мы можем восстановить в этих ямочках да там где был зуб и корень находился до в этой впадине есть но существует электрической электромагнитный баланс и если мы восстановим баланс все всей челюсти то у нас будет прекрасная и породу кстати восстанавливая вот этот электромагнитный баланс работая с зубами со своими я это называю восстановление песни зубов вот и как правило почему происходит такой раз баланс сейчас тоже расскажу вам так ну да тут я такую картинку как раз с деревом да каким вы хотите деревом быть вот таким вот цветущим могучим с листвой с плодами здоровым или вот таким сухим деревом какой выбор делаете вы и этот выбор мы каждый день делаем осознанно на самом деле и что касается зубок я вам немножко сейчас кстати расскажу про этот сеанс я его называю восстановление песни зубов как мы можем через зубы на самом деле восстановить также и нашу кармическую убрать кармические напряженности породу на самом деле то вот целительная сессия которую я даю она помогает восстановить не только здоровье зубов и десен в том числе потому что очищает тягостные воспоминания наши потому что как раз в наших полостях зубных находятся все тягостные воспоминания и кармические напряженности породы и электромагнитный баланс нарушается и как правило еще наши зубы они являются вместилищем агрессии это тоже знали наши предки очень хорошо и вот этот компонент электрический то есть агрессия она создает создает большой электрический компонент в зубных полостях а электрический компонент он должен быть уравновешен каким магнитной частотой да то есть магнитной составляющей должен быть равновешен когда у нас много тягостных воспоминаний или присутствуют напряженности породу то вот этот электрический компонент он создает на при напряжении и нам надо сделать так чтобы убрать это напряжение восстановить природу электромагнитную природу наших зубов потому что если вот эти заряды зубах лишены равновесия это будет влиять и будет влиять на наши другие органы и системы и на сердце в том числе потому что не знаю может быть вы когда-то видели эту информацию на самом деле каждый зубик наш связан с определенной мышцей тела и органам да вы наверное знаете знаете это слышали такую информацию новые зубы можно ли вырастить можно на самом деле сейчас есть некоторые такие мастера которые каким-то образом умудряется даже выращивать и органы новые хотя я лично не видела это такого человека которому бы допустим у которого вырос зуб после удаления я лично не видела но слышала от одним мои коллеги и они находятся на доминикане они это делают и так почему почему как раз когда у нас в зубных полостях разбаланс вот этот электромагнитный разбаланс и накоплен накоплено много как раз электрического компонента то происходит влияние на сердце и другие органы нашего организма потому что оказывается каждый зуб связан с определенной системой органов и регулярно если мы будем использовать специальные энергетические символы для каждого из 32 областей зубиков то мы можем поддерживать это равновесие эти символы энергетические я даю как раз в этом сеансе для каждого зуба и там специальная практика проводится которая и вы сможете ее сами для себя проводить сначала допустим вы это делаете со мной по видеозаписи там где я все рассказываю мы проводим этот сеанс а потом у вас будет полностью весь материал и эти символы энергетические которые накладываются на вашу челюсть ну эту челюсть вы конечно будете не не во рту их накладывать а вы распечатаете рисунок будет вашей челюсти вы отлаживать эти символы и с ними работаете там я тоже все это говорю как и даю специальный эликсир еще терапевтический таким образом вы сможете поддерживать это равновесие и вот когда они будут очищены уравновешены уже корни ваших зубов даже если их там нет будут отправлять четкие послания вашим мышцам и мышцы будут расслабляться и также уравновешиваться и не имеет значения есть ли у вас вырванный зуб или вставной зуб или имплантант потому что компонент вот этот электрический он накапливается в полости в зубной полости а накапливаем мы откуда все это дело мало того что по роду присутствуют напряженности но еще когда мы проглатываем какую-либо агрессию или раздражение проглатываем вот таким образом мы накапливаем этот электрический компонент например у детей это очень часто проявляется сразу мы это видим многие детки грызут ногти вы наверно это замечали а у некоторых это даже происходит остается эта привычка во взрослом возрасте да и вот согласитесь неприятно видеть человека взрослого допустим мужчину который грызет ногти вот такая привычка я видела таких несколько мужчин уже взрослых причем такой уже пожилой мужчина было он вот эти ногти о чем это говорит привычка это говорит о том что человек загрызает загрызает эту агрессию и как правило дети это делают инстинктивно когда мы ребенка ругаем или за что-то порицаем или постоянно его назидаем но или говорим там нельзя ни в коем случае запрещаем ему но мы с ним не общаемся необъясняем а почему этого вот так или так и ребенок он накапливает внутреннее раздражение он же не может перечить до маме или папе ребенок не может перечить для него мама и папа это авторитет это святыня и ребенок проглатывает вот это раздражение проглатывает эту агрессию да таким образом накапливая вот этот электрический агрессивный компонент в своих зубках и таким образом потом чем больше ребенка мы раздражаем хотя мы сами этого можем не понимать да то есть не объясняя ему причины причины а почему допустим такой поступок для него там нельзя ему так поступать не объясняя не общаясь с ребенком как правило мы всегда это делаем в каком-то назидательном там раздражительном тони или вообще там по папе пах пахлятся им до ребенка ребенок вообще не понимает а за что почему меня наказали ребенок хочет проявляться самовыражаться а мы вдруг его резко ограничивает и конечно же вот это вот этот агрессивный компонент виде электричества накапливается и накапливается он как раз у нас в зубах потому что зубы это корень как бы корень не корень а зубы относятся к костной системе и вся агрессия накапливается и в зубных полостях и все это идет с детства и дальше во взрослом возрасте кстати человек может и дальше продолжать грызть и ногти да ну у некоторых это привычка потом пропадает в осознанности уже а некоторые так до взрослого возраста это тоже говорит о том что человек загрызает агрессию у него там внутри накопилось уже о губой когда-то этот человек может так хорошенечко эту агрессию на кого-то вы поэтому обращайте внимание если человек грызет ногти это о многом говорит да что он внутри у него там много на накоплено агрессии и раздражения и вот как раз вот этот целительный сеанс который я создала и который очень помог уже многим многим людям многие его применили на себе он не только уравновешивает этот электромагнитный баланс зубов восстанавливает но когда вы сделаете этот сеанс при этом укрепляются еще и десна и удаляются кармические напряженности породу прорабатываются потому что например причина парадонтоза парадонтоза когда до визу не имеет своей опоры и идет десна оседает и зуб теряет свою устойчивость дайп и потом выпадает это как раз говорит о том что у нас отсутствует энергетическая подпитка от рода у нас в роду что-то не горастом с предками мы какая-то линия у нас может быть даже какая-то линия совершенно отрезанной энергетически и нам нужно ее восстановить и вот как только мы восстанавливаем эту энергетическую подпиточку от рода у нас восстанавливаются и десна и зубы укрепляются прекращается кровоточивость что очень часто наблюдалось у людей которые делали такой сеанс и что дальше какой же результат вот этого сеанса по исцелению зубов ну во первых благодаря этой целительной процедуре вы восстанавливаете песню зубов и силу своего рода представляете какая удивительная процедура мы работаем еще и с родом со своим работой зубами там происходит подсознательно усвоение нами таком медитативном состоянии мы находимся и мы подсознательно каждый усваивает 12 пар эмоций потому что эмоции они у нас тоже парные есть эмоция со знаком плюс а есть эмоция со знаком минусу и вот мы эти эмоции и плюс и минус до это магнитная частота и электрическая так вот мы их уравновешиваем эта техника она устраняет нашу скрытую агрессию в наших телах и зубных полостях и когда мы медитативно работаем со знаками и которые уравновешивают частоты это устраняет у нас любую подавленную агрессию но агрессия как вы знаете она еще плохо влияет на нашу печень наша печень может от этого разрушаться и постепенно болеть потому что как раз все вот эти эмоции агрессия раздражения злость это все печеночка наша и и этот метод еще очень-очень хорош там он состоит из двух частей две части там первая часть сессии целительной и вторая часть и первую часть научившись может вы сможете ее сделать буквально за 15 минуток например перед визитом к стоматологу если вы сильно боитесь до сих пор ходить к стоматологу или у вас очень чувствительные зубы сделав первую часть вот этого сеанса специально за 15 минут до визита вы полностью убираете чувствительность и вы идете спокойные сеанс пройдет у стоматолога прекрасно лечение пройдет прекрасно вас ничего не побеспокоить и потому что ваши зубки будут уравновешены электромагнитные заряды снимутся вот эти и не будет обостренной чувствительности поэтому такое там два в одном сеанс состоит из двух частей которые вы можете проводить перед сеансом к стоматологу вот такие результаты и конечно же еще я как правило даю подарок но я и я даю подарок к этому сеансу по исцелению зубов специальный мастер-класс который я проводила по восстановлению силы своего рода потому что это очень важно наряду с зубками проработать еще и сделать несколько практик по восстановлению силы и энергетической подпитки от рода и я этот мастер-класс дарю в подарок ну и также тем из вас кто решит приобрести все три сеанса по восстановлению костной системы я обязательно дарю этот мастер-класс обязательно будет вам в подарочек и перед тем как мы с вами к практике перейдем нас будет сегодня еще и практика немножечко хотела вам рассказать за еще один очень мощный сеанс по исцелению и восстановлению 13 основных суставов тела это действительно практика которая быстро очень работает причем эффективно и удаляет болевые ощущения и даже был у меня такой случай что ума того что мы работали там и с тазобедренным суставом и с коленными суставами работали очень быстро уходили вот эти все симптомы прекрасно прекрасное было ощущение и ощущение легкости потом люди чувствовали и никакого треска и никаких болей по ночам и еще даже был такой случай что когда была щиколотки травма и они менее ноги там от колена вот до до щиколотки это уже было с что-то они менее какое-то что немножко тянул человек ногу мы когда сделали сеанс буквально через неделю все восстановилось буквально через неделю все восстановилось и восстановились полностью функции ноги вот это целительная сессия по исцелению 13 основных суставов тела это можно сказать такая активация одухотворенной материи в нашей кости в наши суставчики это очень древняя тальтекская технология она происходит из тальтекс и тучений и этот сеанс способствует 13 суставам нашего тела освободиться от вот этой разрушающей плотности которое мы там скопили своими жизненными стратегиями и освободить наши суставчики от сознания разделения что очень важно вот от дуального а вот этого сознания наша цель и конечно же на сеансе убрать напряженность в основных суставах тела и устранить реакции защиты и сопротивление жизни это главное и необходимо убрать это из наших тел наряду с теми системам и убеждений которые заставляют нас это делать именно вот эти наши убеждения вот эти программы да они поддерживают напряженности сопротивления в суставах и именно эти программы они вызывают болевые ощущения а потом уже и патологические изменения мы работаем в сеансе на ментальном уровне работаем с причиной да не с симптомом а работаем с причиной каким образом я в сеансе использую специальные тоже энергетические знаки которые накладываются на каждый сустав и человек в сеансе как правило лежа находится вы если будете приобретать этот сеанс будете его полностью под моим руководством проходить я провожу там видео запись будет только конечно заранее вы подготавливаетесь и на каждый суставчик наносите этот энергетический знак целительный во время сеанса посредством подсознательной работы то есть у вас все происходит на подсознании происходит объединение четырех тонов физической жизни и четырех тонов души ну если так немножко вам объяснить реальность нашей души она состоит из частот черного света и частоты а реальность физической жизни состоит из белого света и частоты вот мы их объединяем объединяем как бы дух с телом да с телесным это очень важно чтобы наш дух объединился примирился с нашим телом потому что как при как правило они 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 враждуют дух хочет одного душа а тело хочет другого нам важно это объявить мы активируем способность суставов к одухотворению мы как бы их одухотворяем и создаем в них здоровый электромагнитный баланс вот этих частот дальше благодаря работе с энергетическими дисками и когда мы в медитативном состоянии усваиваем озарение которое я буду проговаривать на протяжении сеанса для каждого сустава мы удаляем из них вот эти плотности и блокировки удаляется блокирование и и вот это плотность и сустава в результате получаем такую текучую структуру называется что это значит сустав расслабляется отпускаются все корешки вот эти нервные окончания они тоже расслабляются они освобождаются от сжатия и при этом мы получаем свободу от боли и легкость и гибкость ну вот как я сказала что когда мы работали например с тазоведренным суставом и с коленными но где-то пришлось поработать сделать два раза вот этот сеанс и где-то месяц полтора вы постепенное улучшение отмечал клиент если взять и ногу когда вот были проблемы с щиколоткой и я не менее то за неделю буквально где-то дней 8-9 все все восстановилась нога и она больше не не висела и так далее вот такие были прекрасные результаты после этого сеанса так палец и про лицевой тройничный не расскажите причина ника ника ну тройничный лицевой нерв это конечно не костная система это нервная система и наша нервная система она сейчас заточена у нас как она заточена под выживание по крайней мере было до недавнего времени сейчас уже начали происходить изменения в наших телах и сейчас наша нервная система она меняется кстати незаметно для нас это происходит но некоторые ученые уже сделали открытие поэтому это нервная система по нервной системе немножко ну там другие другая идет психосоматика поэтому я вам так сразу и не скажу это все надо смотреть с вами работать и так у меня им не менее на руке от кисти до локтя на левой руке почему наташа пишет а не менее на руке кисти до локтя смотрите левая сторона наташа левая сторона женщины какой женщиной у вас есть не не до сказано и причем эта ситуация произошла не так давно вспомните что произошло с какой-то женщиной какая-то есть обида какая-то чего-то там нерешенный вопрос вот отсюда и ну опять же травмы не было никакой наташа до практике будут галина будут сустав большого пальца правой ноги увеличены болит вальгусная деформация почему и что делать я честно говоря вот этот диагноз не знаю вальгусная деформация увеличены болит именно сам сустав до мило большого про так пальца правой ноги мило скажите а вам вообще вы по жизни вот сейчас как вы считаете вы правильное направление выбрали это связано вот наши ноги стопы это всегда связано с тем что мы выбираем какое направление в жизни выбрали и вам нравится то что вы делаете это может быть от этого даже возникнуть вот эта проблема наташа нет это лидия вот смотрите вы пишите на суставы может сын пользоваться он живет другом городе сначала вы с практикой должны будете разобраться сама для близких мы можем этот этот сеанс применить мы даже можем вот приехать к нашему человеку на близкому включить этот сеанс нанести ему все эти знаки на сустав чеки энергетические знаки специальные знаки силы которые я вам дам и но сначала надо самой проработать и сделать для себя этот сеанс чтобы вы понимали чтобы у вас появилось понимание потому что там же мы еще прорабатываем для каждого сустава озарение подсознательно работаем с ментальной причиной возникновения в суставе болезни ночью случилось а не менее а наташа это отношения женщины какой-то да я так понимаю вы пишете было больше обидно сына в этот день а больше обидно сына а на кого меньше там есть невестка или кто-то женщина какая то есть присутствует и так наболят суставы больших пальцев на обеих руках мария вы с компьютером связаны кстати работайте на компьютере мария если пальцы но это еще может быть и вот этот синдром когда на компьютере работаем с мышкой очень часто хотя бы ментальная причина там другая что-то вас в вашей текущей ситуации мария не устраивает именно в текущей ситуации жизни сейчас что-то у вас какое то есть разочарование что-то вас не устраивает отсюда и болят суставы больших пальцев если там нет конечно какой-то именно постоянной травмирующей ситуации каждодневной так лидия благодарю поняла так наталья нет ниже над тогда это не сыном связаны наташа это связано с какой-то женщиной вашей жизни мария работаю на компьютере спасибо буду осмысливать а ну вот это же может быть еще синдром как его называют когда вы постоянно с мышкой работаете да и но если на обеих руках сустав чеки большие пальцы то это значит что у вас что-то не устраивает сейчас вот какой-то у вас разочарование идет в вашей текущей ситуации итак какой же результат исцеления наших сустав чеков немножко я расскажу вам быстро и потом пойдем дальше это целительная сессия поможет восстановить подождите про результат я вам уже рассказала алгоритм исцеления суставов и наша цель до про суставы я вам рассказала вот про эту сессию ссылочку мы можем попросить надежда если можно ссылочку на целительный сеанс по восстановлению если зубов и вы там сможете по конкретнее прочитать что и как там вот символами так далее не рисовать их не надо я вам их высылаю уже вы просто распечатываете ну не просто наложить их надо будет при и прикрепить обычно либо на скотче либо вот этой ленточкой которая лекопластыри да мы прикрепляем именно нас 13 сустав чеков да и потом находимся лежа уже в состоянии в ходе медитативно и работаем и я буду работать уже с вашими суставами в сеансе это видео а сеанс будет так туннельный до мария туннельный синдром правильно как восстановить руку я вам рекомендую наташа все-таки пройти сеанс по приобрести по 13 суставам тела чтобы целостно все проработать потому что рука и локтевой сустав это определенная у вас сейчас есть подавленная эмоция то что вас конкретно зацепила которая блокирует вам руку да спасибо надежда целительный сеанс а еще пожалуйста надежда сеанс по не песни зубов а по 13 суставам тела ссылочку пожалуйста чтобы сразу зашли вы и могли просмотреть что там и как сеанс на самом деле длится два часа меньше даже два с половиной потому что он достаточно эффективный и конечно тут надо уже знаете как вы приходите в больницу там на физиотерапию и лежите вот и вам там над вами колдует вот еще также здесь приходите ложитесь подготавливаетесь и делаем сеанс да спасибо большое и есть еще один очень важный очень можно так сказать такой основополагающий сеанс по исцелению позвоночника потому что все-таки позвоночник и ствол мозга это то что как раз крепит и скрепляет нашу и костную систему и нервную систему да потому что в стволе мозга находится как раз костный мозг и вот именно этот сеанс позвоночник и и ствола мозга он устраняет все метафизические психосоматические причины заболевания и также в медитативной форме прорабатываются все нерассудочные вот те эмоции которые мы не осознаем даже деструктивные программы прорабатываются которые удерживают болезнь в теле и и в этом сеансе я даю специальную технику по балансировки гравитации и левитации по всем уровням наших тел не только по физическому но и по ментальному астральному телу да и по духовному по духовным нашим энергетическим телом в этом сеансе применяю протокол творения безупречной божественной магии через мастера ведется работа с владыками света владыки света это ангелы которые на самом деле их предназначение их призвание это наша нервная система это ангелы которые помогают и которые следят за тем чтобы нервная система всего человечества работала как надо и сейчас у них есть еще новая обязанность появилась потому что происходит постепенная замена нашей нервной системы и и и системы выживания в систему творения творчества сейчас происходит очень большие изменения в наших телах и именно владыки света этим занимаются и именно этот техника она была передана человечеству для исцеления активации позвоночника и нервной системы и результаты сеанса по исцелению позвоночника ну во первых происходит пробуждение энергии это творческая энергия до которая есть у нас находится она в основании нашего позвоночника и и еще называют на востоке энергии кундалини на самом деле это творческая сексуальная энергия жизни вот в результате этого сеанса происходит и и пробуждение устраняются застойное явление в самом позвоночнике и спинном мозге дальше благодаря специальной практике происходит распрямление пранической трубочки эта практика называется аросатма специальное дыхание я тоже там его даю и вы его легко сделаете это дыхание она очень-очень прекрасное и достаточно несложное совершенно благодаря этому дыханию происходит распрямление нашей пранической трубочки которая находится по рядом с позвоночным столбом и вот 96 наборов кодов которые у нас расположены в основании позвоночника они ай в этих кодах как раз весь нас жизненный план содержится в этих девяносто шести кодов содержится весь наш план жизненный на эту жизнь вся наша реализация это что мы должны успеть сделать и так далее реализовать себя вот все эти девяносто шесть наборов кодов они медленно будут подниматься вверх к вашей шишковидной железе на самом деле все это очень связано и и бонусом к результатам будет обострение вашего позитивного восприятия жизни обязательно улучшается работа основных органов чувств наших пяти да и конечно же еще происходит и активируется внутренние сенсоры и и когда эта энергия кундалини творческая энергия жизни она поднимается вверх шишковидной железе тем самым активируя и нашу шишковидную железу это все ведет к раскрытию нашего жизненного потенциала и полного нашего самовыражения и те наши поиски бесконечное предназначение и так далее наконец-то закончатся успешно мы понимаем друг свое предназначение мы понимаем что мы хотим делать для чего мы это хотим делать начинаем понимать свою глобальную жизненную цель но это такой даже вот бонус после этой практике если вы конечно сделаете ее осознанно если вы неосознанно подходите конечно знаете даже лучше и не и не делать и не брать потому что такие практики на губе глубокие они делаются только осознанно вывод как либо к этому готовы либо вы к этому не готовы и чтобы вы сегодня вы почувствовали насколько это для вас комфортно насколько это для вас вот применимо чтобы вы сегодня почувствовали я вам проведу такую мини мини практику через исцеляющие энергии был вас по то это ангельские прекрасные целительные энергии был вас по то исцеление через сердце мы проведем эту практику мы сделаем практику также возвращение потерянной энергии которую может быть когда-то у вас кто-то забрал или вы сами отдали по незнанию и вы почувствуете как вообще в целительных сеансах как а какие как насколько эти энергии мягкие ангельские и насколько они вам подходят поэтому сегодня конечно же у нас будет такая мини практика но я же вам забыла сказать про цены на на наши продукты на эти целительные сессии на самом деле цены я решила для вас сделать я просто действительно хочу чтобы как можно больше людей ощутили на себе и эти практики и почувствовали результаты и конечно же скинула цену и дала вам огромную скидку 50 процентов на самом деле стоимость вот энергообмена этой сессии целители она стоит не меньше три трех тысяч восемьсот рублей это ее настоящая цен ценность но для тех кто сегодня присутствует на этом вебинаре и для для вас именно я готова дать скидку 50 процентов она будет стоить всего лишь тысяча девятьсот рублей правда это не бесконечно только в течение семидесяти двух часов вы сможете эту скидочку получить на каждую из этих целительных сессий такая скидка я даю эту скидку 13 суставов восстановление песни зубов и восстановление позвоночника и ствола мозга ну а кто хочет последовательно постепенно и целостно поработать со своей костной системой и на самом деле почувствовать результаты насколько вы сможете бегать потом по ступенькам легко когда вы почувствуете насколько легкие ваши суставы стали насколько стали ваши движения комфортные действительно это это то что я вот почувствовала после этих практик легкость комфорт и после по утрам у меня не болел не болит уже вот как раньше я просыпалась у меня болели все почему-то ноги на суставах вот все болело как-то ныло сейчас я этого не ощущаю нет ничего я забыла что это такое тяжесть какая-то ногах там и так далее спине в шее и конечно же для тех из вас кто все три сессии решит для себя приобрести и последовательно поработать с собой восстановиться я даю еще большую скидку еще более огромное место 11 тысяч 400 рублей вы платите за все три всего лишь четыре тысячи восемьсот и это будет для вас три сессии по тысяча шестьсот рублей это ну это вообще практически действительно благотворительно потому что материала там в одну и только целители сессии которые вы получите вы сможете для своих близких это применить и эти материалы они останутся у вас навсегда причем это авторский материал защищенный авторским право нигде в бесплатном доступе этого нет к сожалению и и все три сессии будут стоить для вас четыре тысячи восемьсот рублей всего-навсего ну или каждый сеанс в отдельности по цене 900 рублей и это тоже очень доступно для вас это то что я могу для вас сделать сегодня и сейчас запись будет да и да и запись будет я думаю да так ну что ж и да я если я ответила на ваши вопросы если нет то задавайте пишите может быть еще успею ответить и что вы готовы пойти практику да можно погромче о у давайте сейчас а так минуточку я сейчас вот тут сделаю погромче час минутку вот так вот громче вот так громче да хорошо да готовы пойти в практику я вам всем советую сейчас попить воды перед практикой да галина до ревматоидный полиартрит вероника ну там есть определенная очень причина у полиартрита но опять же это же все индивидуально это все индивидуально и тут ну для начала хотя бы приобретите сеанс для 13 суставов тела потому что полиартрит как правило он поражает многие суставы и надо работать целостно с уставчиками и там еще будет в подарочек я забыла сказать что подарок будет для тех кто приобретает восстановление песни зубов будет подарок мастер-класс по восстановлению силы рода и для тех из вас кто приобретет все три сессии целительные также будет в подарок мастер-класс ну давайте не будем разделять мастер-класс подарок дам каждому да потому что восстановление силы рода это знаете это то базовое что каждой женщине вообще надо сделать и не только женщине и мужчинам конечно но женщине важнее работать с родом потому что мы продолжительность рода и от нас зависит благополучие наших потомков и детей насколько у них будет все благополучно и хорошо в жизни как только женщина поработала и восстановила вообще женщина это такая матрона мы отвечаем за род мы женщины на нас больше ответственность как только мы поработали с этим у наших детей все все улучшается я буду даже по себе знаю я как только с родом проработала хорошо там мастер-классе в этом я даю эти техники очень сильные у меня у сына пошло очень хорошо все и финансовое положение вот как там дела прям пошли очень успешно и хорошо все зависит от нас матери так что я подарю каждому этот мастер-класс кто любую любую сессию приобретет да не будем мы надо быть щедрыми правда белваспата это исцеление ангелами олег белваспата это исцеление через сердце переводе с ангельского языка исцеление через сердце да но я надеюсь вы уже попили водички до лидия да если приобретаете я дарю каждому в подарок этот сильнейший мастер-класс по восстановлению силы рода хорошо идем тогда в практику уже мы сделаем несколько таких во-первых возвратим свою энергию сегодня вы это почувствуете хорошо и еще отменим любое дурное намерение которое было может быть когда-то кем-то против нас задумано отменим все дурные намерения даже в отношении самого себя если это сделали и я также хочу вас познакомить сегодня с ангельскими энергиями здесь вот вы на слайде сейчас видите знаки ангелов которые которые работают с четырьмя основными энергиями это энергия любви и доверия хвалы и благодарности здесь вы видите ангельские символы знаки для того чтобы с этой энергии с каждой из этих энергии и состоянии я даже это называю состояниями слиться немножечко прочувствовать конечно же вы сейчас закроете глаза и я вас поведу в эту практику но для начала вы можете сосредоточившись на центре этого слайда рисунка там где такой немножко фиолетового до свечения идет вы просто взглядом сосредоточивайтесь на центре и вы можете как раз застакивать и вы можете кем-то так как правило это тоже делается в этих целительных практиках вы не только через глаза но еще можете пальцем провести по знакам слева направо сверху вниз по этим ангельским символом как бы вот ну не по самому экрану компьютера в воздухе да вы меня поняли можете провести тоже пальчиком как бы считать энергетически этот снимок этот рисунок это почувствовать энергию доверие любви хвалы и благодарности посмотреть в центр этого рисунка и закрываете глаза глаза ваши закрываются веки тяжелею и делаете несколько глубоких вдохов и медленный выдох через полу приоткрытый рот глубокий вдох и медленный выдох через полу приоткрытый рот и снова вдох медленный выдох и вы почувствуете как все напряжение уходит из вашего тела и вы чувствуете как энергия расслабление проходит сверху вниз начиная от самой макушечки головы и с каждым выдохом ваше тело расслабляется расслабляется макушка головы расслабляется кожа под волосами расслабляется расслабляется ваше лицо расслабляется кожа вокруг глаз расслабляется подбородок расслабляется ваши губы ваше лицо расслаблено волна расслабления проходит вниз дальше вниз по шее спускается по позвоночнику расслабляется ваша шея расслабляется плечи волна расслабления проходит сверху вниз расслабляется спина расслабляется ваша правая рука плечевой сустав локоть до самых кончиков пальцев расслабляется ваша левая рука плечо локоть кисть до самых кончиков пальцев волна расслабления проходит сверху вниз дышите с каждым выдохом расслабление все больше расслабляется ваша грудная клетка вы чувствуете как расслабляются органы внутри кожа и мышцы снаружи расслабляется брюшная полость органы внутри расслабляется таз расслабляется крестец расслабляются бедра волна расслабления проходит сверху вниз расслабляется ваша правая нога до самых кончиков пальцев расслабляется левая нога до самых кончиков пальцев расслабляется вам хорошо и комфортно вы полностью расслаблены вы легкие флюидные нервная система каждый орган каждая клеточка сейчас расслаблены расслабление расслабление во всем теле вы чувствуете себя легкими невесомыми как будто ваши границы расширяются растворяются как будто бы вы растекаетесь по пространству и сейчас осознанно своим сознанием опуститесь в центр своего сердечного пространства которое находится по центру груди за грудной костью здесь находится высшая чакра чакра высшего сердца опуститесь сюда своим сознанием представьте как будто бы вы едете на лифте и спускаетесь вниз медленно вы входите в пространство своего высшего сердца это пространство расширяется все больше наполняется светом и сейчас все ангелы небесные все все силы божественные света и любви также находятся в нашем пространстве для того чтобы поддерживать нас этой практике ангелы белгоспода ангелы ангелы физического мира ваши ангелы хранители ангелы наставники все находятся в вашем пространстве почувствуйте как ваше сердечное пространство расширяется оно раскрывается как вороночка все больше и больше ваше сердце в доверии вы чувствуете любовь любовь благодарность хвалу любовь любовь ко всему творению ко всем существам света и любви которые сейчас поддерживают вас любовь к вашим близким любовь к предкам ко всем предкам ко всем предкам которые передали вам огромные потенциалы таланты способности все для того чтобы вы могли в этой жизни самовыражаться вы чувствуете любовь благодарность хвалу и находитесь в доверии вы открыты вас поддерживает сама матерь бесконечность отец творец все силы света и любви почувствуйте эту энергию любви хвалы благодарности в доверии сейчас будучи наполненными бесконечными вечными огромными вы чувствуете свои божественные вы вечны вы бесконечны вы бесконечная божественная сущность вы выбираете себя сейчас все существующее вся планета наша все звезды созвездия весь космос он находится внутри вас вы все что есть вы все что есть вы бесконечны вы вечны вы вечны и сейчас находясь в этом расширенном состоянии вы своим намерением отмените любое дурное намерение которое когда-либо было произнесено или задумано в отношении вас и вы можете просто слушать внимая мои слова и молитву вы можете повторять про себя эти слова схемы плохого намерения я отменяю с заклинанием паутину вспять направляю вернет назад энергию потраченную вне взамен благословения потечет ко мне пусть нарушатся планы каждого всех и каждого поползновения задача которых нанести вред и стать причиной моего падения да будет так аминь и мысленно или вслух повторяем слова здесь и сейчас я выражаю чистое намерение и прошу божественный источник мое высшее я я ангелов хранителей высших существ света вернуть мне всю силу и энергию которая была забрана у меня другими людьми и мной самим через ситуации обмана несправедливость несправедливость обиды зависть вины стресса стыда депрессии гнева или насилия с моментом моего рождения и по сегодняшний день тринадцатая тринадцатая февраля тринадцатая февраля две тысячи восемнадцатого года я прошу божественный источник очистить эту энергию довести до совершенства и вернуть ее мне в уместной форме в уместное время направив на мое развитие духовный рост здоровье процветание и радость да будет так аминь и сейчас просто позволяете когда-то утраченной энергии трансформированной очищенной вернуться в ваше пространство вы даете внутреннее позволение и это энергия будет возвращаться вам в уместное время в уместной форме на протяжении сегодняшней ночи будет происходить еще работа ангельская работа с вашими пространствами и сколько понадобится времени именно лично для каждого пусть работа будет продолжена и закончена да будет так сейчас почувствуйте это на энергетическом уровне на уровне тела как уже первая первая порция этой энергии поступает ваше пространство наполняет вас и ваше сердце это раскрывается все больше и больше наполняется светом и жизненной силой в любви в хвале в благодарности в доверии просто позвольте сейчас этому быть и насладившись этим состоянием почувствовал приток энергии у кого-то сейчас могли уйти боли какие-то какие-то если были у вас на этот момент нашей встречи вы это тоже почувствуете кто-то почувствует резкость когда откроете сейчас глаза как у вас такая ясность в глазах ясность в голове почувствуйте напишите также в чате свои свое восприятие свои ощущения вы постепенно можете возвращаться в свои квартиры в свои стулья диваны хотя мы никуда и не улетали с вами мы просто побывали внутри своего сердечного пространства высшего сердца кто не может проснуться можете себя ручками обнять подвигать пальчиками там как-то себя вот так вот немножечко пощупать обнять обхватить почувствовать тело и пишите в чате что происходило с вами что вы почувствовали как каково вам ангельские энергии было спота как вы вошли как вам удалось в это состояние войти что вы осознали может быть какие-то для вас осознания пришли сейчас так ищите кто не проснул так вот у нас первая ташка ника в начале зевота потом словно слабым током по спине мурашки по ногам вниз отлично отлично когда мурашки это значит что все работает вот то есть у нас хотя у каждого разная чувствительность да благодарю татьяна в начале зевота а затем мощь пришла и стало так жарко и цвета входили фиолетовые белые супер наташа но вы очень хорошо почувствовали эти энергии ангельские и каждый цвет он несет свою свой смысл отлично прекрасно вы почувствовали энергетику уже энергии пошли но вы должны быть готовыми что сегодня ночью с вами будут происходить работа ангелы будут возвращать вашу энергию затраченную в ваше пространство тела благодарю благодарю мария я действительно сумела расслабить абсолютно все свои органы вот представьте а в целительных сессиях когда там идет полное расслабление там же глубокое это два часа два с половиной идет сессия поэтому представьте что значит жить не в системе выживания а в системе творчества творения когда наша система нервная и костная в том числе когда все наши суставчики расслабляются как все нервные окончания они освобождаются от вот этого вот сжатия как хорошо да когда когда это происходит поэтому лучше все таки нашей планете и тем энергетическим законам помогать да и чтобы наше тело плавно и комфортно переходила в это новое состояние чем быть дальше напряженными и вот сохранять вот это сопротивление жизни это система выживания из которой уже наша планета вышла поэтому нам надо учить и росла учиться расслабляться благодарю прекрасные золотые потоки цвета вот лице почувствовать тепло благодарю лице и что-то появилось груди расширение появилось груди мария отлично вы почувствовали ваша чакра высшего сердца вы ее прочувствовали вообще через чакру высшего сердца лист через 8 мы можем творить много чудес очень много и как раз здесь в этих практиках целительных был воспота мы работаем через высшее сердце мы полностью открываем все свои сенсоры внутренние делаем их чувствительными и конечно же эти энергии они очень целительные приятная теплая энергия не напишет благодарю за такую практику наташа спасибо мне тоже очень важен ваш отклик благодарю благодарю вас благодарю наташа я рада что вы такие благодарные такие от открыт очень отзывчивые и вы чувствительные мне очень приятно работать всегда с такой аудитории и на самом деле я вас верю у вас все получится и все проблемы которые мы сами себе когда-то создали с нашим телом да мы их можем решить причем решить с помощью осознанной работы с нашим телом и с нашей с нашей клеточкой днк поэтому приглашаю вас приобретайте сеансы и получаете подарки уникальные мастер-класс по восстановлению силы рода и конечно же кстати всем кто сеансы мои приобрел и приобретает я добавляю вас закрытую нашу группу и вы будете сможете общаться и с теми людьми которые уже эти сеансы проходили до которые получили результаты сможете задавать также мне вопросы потому что я же понимаю что у вас в течение практики будут вопросы вы сможете в этой группе задать вопросы мне и быть на связи со мной это большое тоже так такое преимущество что я мне важны ваши результаты как я без них никак именно от ваших результатов я получаю удовлетворение радость и счастье спасибо вам за эту прекрасную атмосферу и благодарю 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 тоже благодарю благо принимаю благодарю как долго нужно прорабатывать курс сейчас мы уточним у ольги если ольга здесь еще это целительные сеансы вы можете с ними работать по мере необходимости также вы можете сегодня заказать комплект и получить чудесные скидки сейчас некоторым да вот только пишет что некоторым достаточно одного сеанса все зависит ну все индивидуально да смотря с чем вы собираетесь работать и что конкретно прорабатывать сейчас сейчас пытаюсь ссылочки копирую почему-то как копировал даю ссылочку на комплект сейчас сейчас постараюсь вывести на экран вам супер предложение ольги которое сегодня было подготовлено специально для вас сегодня вы можете взять как отдельно целительный сеанс восстановления 13 основных суставов тела со скидкой 50 или восстановление песни зубов или восстановление позвоночника из пола мозга либо выбрать два но если вы берете сразу три то вы получаете еще материалы к церемониям мастер-класс в подарок мастер-класс в подарок восстановление силы рода извините просто пишут мне одновременно в скайпе там они пришлось искать и получить понимаете сам подарок вообще какой ценности восстановление силы рода это настоящий мастер-класс плюс вы получите можете приобрести сразу три сессии они уже вам войдутся в 1600 рублей всего каждая и вы сможете их применять столько сколько захотите даже на благо своих близких что туда входит можете посмотреть пройдя по ссылочке если нужна ссылочка отдельно нося какой то говорите я сейчас дам вам ссылочки есть восстановление 13 основных суставов тела восстановление песни зубов и также восстановление позвоночника из пола мозга выбирайте наиболее ценный для себя либо сразу комплект и подарок мастер-класс восстановление силы рода и огромные скидки на каждый вы можете приобрести сегодня с 50% скидкой а все вместе еще с дополнительной скидкой и подарками вы получите материалы к церемониям плюс мастер-класс подарок восстановление силы рода можете пройти по ссылочкам и ознакомиться что входит сюда потому что одно название вот так сильно не говорит о том какие ценности вы там получаете например целительный сеанс восстановления здесь внизу внизу вы можете ввести ваши контактные данные имя адрес электронной почты по буквам телефон в международном формате скайп и нажимаете зеленую кнопочку оформить заказ далее на странице уже с карты любого банка можете оплатить на яндекс деньги либо выбрать другой вариант оплаты либо сейчас написать какой вам новый вариант я сейчас стараюсь вам предоставить или если есть какие то вопросы после целительный сеанс восстановления песни и зубов в древности немалая роль отводилась зубам человека ибо зубы по представлениям восточных мистиков является отражением родовой кармы человека и сегодня при оплате в течение 48 часов вы можете заплатить вместо 3000 80 рублей которые действительно стоит взять 50% как известно коренные зубы поэтому так и называются в отличие от молочных у них глубокие корни они символизируют те житейские уроки которые мы непременно получим в жизни эта целительная сессия поможет восстановить здоровье зубов и тем самым очистить тягостное воспоминание корнической напряженности породов произойдет восстановление электромагнитных природы зубов ведь если заряды в зубах лишены равновесия то это влияет и на сердце и на другие системы органы так как все взаимосвязано регулярно используя специальные энергетические символы во всех 32 областях зубов вы сможете поддерживать равновесие когда они очищены уравновешенные формы зубов отправляют четкие послания мышц для расслабления и равновесия не имеет значение если у вас вырванные или вставные зубы благодаря этой целительной процедуре восстанавливается песня зубов и силу своего рода происходит подсознательное усвоение 12 пар оттанов эмоций признания и желания жизни эта техника устраняет открытую агрессию в ваших телах и зубных полостях медитативная работа со знаками и совершенствующими частот устраняет любую подавку на ответ этот метод очень хорош для снятия обостренной чувствительностью зубов перед видом самодолгов и многих других результатов проходите по ссылочке вводите под описанием ваши контактные данные и нажимайте зеленый кнопочек по форме заказ дали на странице уже можно с картового банка произвести оплату а также можно приобрести восстановление 13 основных суставов тела это активизация развитой одухотворенной материи данная технология происходит из древних тальтекских учений это способствует 13 суставам тела освободиться от их плотности и их сознание разделения также действует скидка при оплате в течение 48 часов цель убрать напряженности 13 основных суставов тела устранить реакции защиты и сопротивления в них и необходимо убрать из наших тел наряду систему на убеждения эти убеждения поддерживают напряженность и сопротивление в суставах вызывая болезненные ощущения и патологические изменения посредством подсознательной работы по объединению четырех тонов физической жизни и четырех тонов души мы активизируем способность суставов к одухотворению создаем их здоровый магнитно-электронно-магнитный баланс частот черного и белого цвета реальность души состоит из черного и белого цвета и чистоты а физическое реально состоит из белого цвета и чистоты благодаря работе энергетическим диском и медикативному усвоению озарений для каждого сустава мы удаляем из них различные плотности или росты в результате получаем целитетучую структуру испорменной формы при этом получая свободу от поля легких вводите ваши контактные данные внизу под описанием имя адреса с а вы нажимаете на жаль а сейчас лучше видимо что то эти сеансы в записи эти сеансы в записи вы сможете их применять столько сколько сочтете нужным насколько я понимаю это целительная сессия и кому-то она поможет за одну сессию у кого-то будут а все слышно было конечно лучше а вообще звук можно у себя отрегулировать на цветном поле с правой стороны вверху чтобы была скидка как за 3 можно взять какой-то еще сеанс есть другие сеансы у олья так можно уточнить можете а у себя на максимуме следует надевать наушники тогда если это видимо и вот хотела еще сказать по исцелению и восстановлению позвоночника из пола мозга а потом дальше отвечу тоже на ваши вопросы позвони позвоночник это древо нашей жизни он является фундаментом и столпом всего нашего организма и при оплате в течение 72 часов действует такая же скидка на этот сеанс он устраняет метафизические и психосоматические причины заболеваний позвоночного столба в медитативной форме прорабатываются нерассудочные эмоции и деструктивная программа удерживающая боль в теле а благодаря специальной технике создается баланс гравитации и левитации по всем уровням тел в сеансе гравитации 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 масштаб заfte гравитационный Яндекс.Деньги, либо написать мне, какой способ оплаты вам нужен, и все вопросы мы сможем решить. Лидия, по поводу сложиться, я не знаю, это вам принимать решение. Лидия, наверное, можно, если вы будете, если вы купите один сеанс себе дешевле, а подруга другой себе сеанс, а как можно ли применять авторскую методику, передавать ее при этом другому человеку? Хорошо, а какую ссылочку вам конкретно? Вот ссылочка на комплект. Ссылочка на восстановление суставов. На целительный сеанс восстановления песни зубов. И исцеление и восстановление позвоночника и ствола мозга. Если еще какие-то... Да, есть PayPal. В Евросети это, насколько я понимаю, на Яндекс.Деньги можно оплатить. Сейчас открывается ссылочка и дам вам Яндекс.Деньги. Можете записать номер кошелька Яндекс.Деньги. Также он есть по ссылочке. Когда вы проходите все это, потом... Вот номер Яндекс.Деньги. На него можно пополнить с карты любого банка в своем интернет-банке. Это будет уже, наверное, возможно без комиссии платежной системы. Либо по ссылочке оплатить с карты любого банка на Яндекс.Деньги. Либо внести на этот кошелек Яндекс.Денег оплату в Евросети тоже можно. После оплаты напишите мне еще какие-то были вопросы по поводу два сеанса. Тоже можете написать мне сейчас координаты. Может быть нужны карты приватбанка или еще какая-то карта, карта Сбербанка. Пишите. Я вам... Если какие-то вопросики остались, задавайте. Завтра у нас в 20.00, если у вас какие-то вопросы еще остались по здоровью, и вы хотите задать, завтра в 20.00 у нас будет врач Светлана Хватова. Это был врач с 35-летним стажем. И вы сможете свои вопросы по здоровью задать врачу и получить квалифицированный ответ. Поэтому приходите и приглашайте своих близких. Очень ценная встреча. Игип-встреча, илитная встреча завтра с Светланой Хватовой в 20.00 по московскому времени. Если есть вопросы, пишите мне в скайп. Здесь можете написать. Я еще пока здесь. И всего хорошего. До свидания. Я желаю вам самого прекрасного вечера. Убрать на зависимости от того, какое время. Светлана сейчас у вас. И до новых встреч. Если нужна какая-то способ оплаты, пишите обязательно в предоставке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.